Здравствуйте, друзья! С вами Талисман и сегодня я вам расскажу про такую программу, как САС Планета. САС Планета является картографическим сервисом, с помощью которого вы можете просматривать любые карты, планировать маршруты, ставить какие-то метки, треки, можете их сохранять в разных форматах и также готовить карты различные для навигаторов и мобильных телефонов. Скачать программу САС Планета можно с официального сайта. Программа абсолютно бесплатная, не требует никаких вложений, денег, еще что-то. Единственное, что если уж она вам очень понравится, можете добровольно поддержать команду разработчиков, но в каких-то принудительных целях с вас деньги ни за что браться не будут. То есть вы заходите на сайт, повторюсь, ссылочку я оставлю в описании. Последняя версия вот здесь вот находится, то есть 20.06.06. Вы ее скачиваете, сейчас мы ее скачаем, дальше посмотрим, и к ней нужно скачать комплект карт. То есть сейчас последние две версии комплект карт единый идет, объединенный. Раньше нужно было отдельно скачивать карты, отдельно слои. Если вам нужна не последняя версия, а какая-то конкретная версия, более старая, то есть вы можете спуститься ниже и здесь вот есть списки версий за разные годы, то есть скачать какую вам надо. Единственное, я сразу скажу, что в программах, начиная с 19 версии, вот V19, есть некоторые тонкости в работе с кэшем. Позже мы их рассмотрим. Вот, пока давайте скачаем программу, скачаем карты, и я вам покажу, как вообще начать работать с программой, как их установить и настроить. Итак, чтобы начать нормально, полноценно пользоваться, нам нужно скачать саму программу и комплект карт для нее. Сейчас мы все это распакуем, и я вам покажу дальше, как карту установить в программу. Вот у нас карты скачались в папку. Назвал я ее раз, два, три. Мы это все распаковываем. Распаковываем. И далее нам нужно положить карты в программу. Мы вот так это все выделим. Вырезать. Соспланета. Макс. Вставляем. Вот наши карты заливаются. Если возникает вопрос о замене, то есть то, что карта существует, заменить, да, выбираем заменить, потому что в комплекте идут старые карты, а то, что мы скачали, это те же карты, только они могут быть обновленные. То есть какие-то данные в них дополнительные, внесены уже. Карты актуализированы. Все, карты у нас практически скачались, установились сюда. Больше никаких там особых действий не требуется. И мы переходим к запуску программы. То есть эти архивы удаляем. В самой папке SaaSplanet, которую мы достали из архива, есть файлик, называется SaaSplanet.exe. Это файл, исполняющий файл, главный файл, который запускает программу. Создадим ярлычок. Разместим его, где нам удобно. Давайте я для удобства здесь, в этой папке его размещу. Представим, что это у нас рабочий стол. И запускаем программу. Изначально программа у нас на английском языке. Для удобства настройки и работы с ней, давайте переключим ее на русский. Выбираем вкладку Settings, Options, и идем на вкладку View, просмотр. И прям первая строчка, Landage, стоит английский. Переключаем на русский. Все, программка уже сразу перевернулась на русский. Сохраняем. Смотрим, у нас уже здесь уже пошли все по-русски. Далее. Опять заходим в параметры, настройка. И сейчас пробежимся по всем основным вкладкам, которые вам понадобятся по очереди. Итак, самая первая вкладка – это карты. Все карты, которые есть в SOS Planet, плюс те, которые мы скачали и установили, они все отображены здесь. И карты, и слои. Можно развернуть, чтобы поудобнее видно было. Сейчас я вот так раздвину. Так, и вот смотрите, например, вот прям возьмем первую карту. Первая карта – Bing Пробки. Это у нас не карта, это у нас слои. В меню она лежит, слои автомобильные. То есть, если мы вот здесь откроем слои. Здесь слои. Автомобильные. Вот она, наши Bing Пробки. Вот она. Вторая колонка – это папка в кэше. Это если мы захотим посмотреть кэш, где она там у нас лежит. И дальше горячие клавиши. То есть, сейчас они не назначены, но можно назначить. Как настраивать сами карты и слои отдельно, по отдельности, для правильной работы, я чуть позже вам расскажу. Пока сейчас посмотрим остальные вкладки. Далее у нас идет вкладка «Избранная». Здесь изначально ничего нет. Для чего она нужна? Если мы, допустим, хотим сделать карту спутниковую. Например, смотрите, вот карты включаются у нас отдельно. Поначалу тут они когда не разложены. Сложно немножко разобраться, где тут что. Ну, вот Google Спутник возьмем. Ну, на спутнике хорошо виден рельеф, но непонятно где что. Но надписи никаких нет. Мы хотим наложить на него какой-нибудь гибрид. Вот, например, те же самые Bing Пробки решили наложить, чтобы видно более дороги. И для рельефа нам удобно, чтобы просматривать все. Ну, вот Zoom 17. То есть, если нам быстро нужно включать часто вот именно карту, именно Google Спутник с слоем Bing Пробки в 17-м зуме или даже вот в 18-м очень хорошо все видно. Ну, то есть, это долго, да. Здесь нашел, нажал, нашел в списке. Ну, вы сейчас сами видели, как это долго здесь. Потом слой пошел искать. Потом приближать. То есть, чтобы задачу упростить, в настройках есть избранные. То есть, мы на вкладке избранные нажимаем добавить. Выбираем. Ну, напишем справа название. Например, там Google и Bing. Тип карты Google Спутник. Bing Пробки здесь уже выбираем. Ну, то есть, что мы хотим. Можно вообще несколько слоев выбрать. Так, масштаб. Выбираем сразу 18-й нам подходит. Горячая клавиша. Ну, назначать горячую клавишу можно. Давайте, допустим, букву О я поставлю. Координаты географические. Да, пускай показывает. Добавить. Все. Теперь у нас тут вот есть карта, которая по умолчанию будет включаться. То есть, для примера, как это вообще выглядит. Вот я это все выключаю. Открываю какую-нибудь там карту. Сейчас найдем какую-нибудь рабочую. Вот. СМП. Вообще в другом месте. То есть, да, на другом зуме. Другая карта с выключенными слоями. И тут я нажимаю эту горячую клавишу, которую мы сами выбрали. Хлоп. И у меня открывается все с теми параметры. 18-й масштаб. Google Спутник. И включены уже Bing Пробки. То есть, очень удобно. Если вы с такими моментами постоянно работаете, можно добавить в избранное несколько наборов таких. И у вас такие наборы уже будут по горячим клавишам переключаться. Далее. Кэш. Сразу на вкладке Кэш, прежде чем вообще начать работать с программой SOS Planet, я рекомендую здесь выбрать Кэш SOS Planet. По умолчанию он здесь стоит в коробке SQLite. Такой. То есть, если у вас... Вы так оставите, то начиная с 19-й версии, то есть, 19-я, 20-я версия. При работе с некоторыми картами и слоями могут быть проблемы. Просто уже сталкивались и я, и мои знакомые. То есть, когда изготавливают комплекты карт для разных там целей, возникают проблемы. Чтобы проблем не было, нужно включать Кэш SOS Planet. Он работает стабильно всегда. Вот. Вкладка «Интернет». Здесь можно ничего не менять. Вкладка «Управление». Тоже ничего можно не менять. Внешний вид. Вкладка «Внешний вид». Мы сюда уже с вами заходили, когда меняли язык в самом начале. Сейчас мы до него добрались. Язык у нас стоит русский. Формат отображения площади стоит автоматический. Ну, тут кому удобно. Как можно в метрах поставить, можно в километрах квадратных, можно в гектарах. То есть, это уже на ваше усмотрение. Формат отображения расстояний. Мне вот удобнее, когда стоит 12 километров, ну, столько-то метров, чем 12,4 метра. То есть, во-первых, это менее точно. Во-вторых, это немножко на восприятие сложновато. Километров столько, метров столько. Сразу все понятно. Тип координат. Географический VGS 84. Другие лучше не включать. Почему лучше не включать другие? Потому что большинство вообще программ навигационных, с которыми вы будете работать, подавляющее большинство, они все работают с датумом сфероидом VGS 84. То есть, если у вас здесь будут стоять одни параметры, в устройстве, допустим, вы сделали карты для навигатора, или карты для телефона, а они работают по другим параметрам, и у вас просто будет нестыковки. То есть, вы будете вроде как все маршруты готовить по одним координатам, а у вас на местности будет все вообще работать по другим. Поэтому ставим обязательно VGS 84. Это мировой стандарт, как бы по нему все навигационные устройства работают. Информация о координатах. Я ставлю отображать всегда. То есть, мне удобно, когда всегда координаты отображаются. Формат предоставления координат. Сейчас вот по умолчанию стоит, вот здесь вот видно, градусы, минуты, секунды. Мне так неудобно. Я работаю с навигатором, он у меня стоит градусы доли градусов. По компасу и по карте я хожу тоже градусы доли градусов. Я уже так привык. Поэтому я всегда переключаю градусы доли градусов. Вы можете поставить, как вам удобно. Вот. Градусы доли градусов. Дальше здесь ничего не меняем. Единственное, что вот есть два ползунка. Гамма-коррекция и контрастность. Для чего это может быть полезно? Допустим, вот вы смотрите какие-то моменты и где-то карта слишком темная, ну, спутник карта, или там, наоборот, слишком яркая. Здесь можно ее скорректировать. То есть, мы меняем, видите, я ползунки двигаю и меняется вид карты. То есть, мы ее сделать можем более читаемую, как нам она больше нравится. То есть, и так вот ее и работать с ней. Ну, мне кажется, изначально она достаточно в хорошем виде. Все. То есть, здесь мы больше ничего не меняем. Остальные вкладки, сетки, GPS, метка, вики-маппе, пути. Если вы, как бы, первый раз скачали и смотрите это видео, и оно вам полезно, то, скорее всего, эти вкладки вам не нужны. То есть, когда они вам понадобятся, значит, вы уже достаточно подготовлены, знаете эту программу и без проблем уже сами там все настроите. То есть, на вкладке внешний вид вот это все поставили и дальше нажимаем применить, окей, и все, и вообще забываем. То есть, все. С этой программой можно работать. Здесь все координаты. Вот я курсор двигаю. У меня бегают здесь вот координаты. Вот широта, долгота. Вот, все очень удобно. Далее нам с вами нужно настроить подходящий нам набор карт, потому что карты здесь не все работают, некоторые не работают, некоторые нам вообще не нужны. И получается очень большой список. Вот вы сами видите, что я тут бегаю, не могу нигде ничего сориентироваться, найти. То есть, я захожу в вкладку параметры, настройки, на вкладке карты. Первым делом я отключаю те карты и слои, которые мне не нужны. Вот я снимаю галочки, и они убираются из списка. Все, я пробегаюсь, то, что не нужно мне, я отключаю. Оставляю галочки только возле тех карт, которые мне нужны. Далее, получается, что набор карт и слоев у нас скорректирован, и нужно некоторые карты и слои нам отдельно настроить прямо в индивидуальном порядке. Для чего это нужно? Например, вот у меня есть карта, я включил Госгис-центр, и хочу выкачать какую-то там территорию, да, то есть, я выбираю масштаб, не масштаб, а зону выбираю, ХЛГ, и буду выкачивать. Если я хочу ускорить процесс выкачивания, я могу качать ее в несколько потоков. Я ставлю галочку разбить на части при загрузке, и прям крутить вверх, пока мне цифры будут увеличиваться. То есть, сейчас у меня стоит 8 потоков, это я уже настроил, а так, по умолчанию, обычно стоит 1 поток максимальный, либо 2, то есть, то есть, будет в 2 потока качаться, это дольше. Чтобы процесс ускорить, заходим в параметры, настройки, ищем нашу карту, либо по-другому. Когда карта у нас открыта, выбираем параметры, и не настройки, а параметры карты. Если мы хотим настроить слой, который у нас включен, мы выбираем параметры слоя, и наш слой. Настройки слоя и карты, они одинаково делаются. Я покажу на примере карт. Параметры карты, так он открывается, и вот максимальное число параллельных запросов. У меня стоит 8. В разных картах можно стоять по-разному. Я рекомендую стоять вам 8. Почему? Потому что так вы будете выкачивать карту и слой максимально быстро, но вас сервер карты не заблокирует. Бывают такие моменты, когда вы качаете большую очень площадь, выкачиваете на большом количестве запросов, сервер, отдающий карту, воспринимает вас как атаку и блокирует. То есть, вы какое-то время вообще не можете качать оттуда карты. И чтобы этого избежать, я рекомендую ставить вам не больше 8 запросов. 8 оптимально. Я уже давно пользуюсь такими настройками, и ни разу меня никто не блокировал. Далее. Кэш и прочее. Я уже говорил, что нужно настроить, в настройках поставить кэш SaaS планета, но это кэш самой программы. У карт могут быть свои индивидуальные настройки. Видите, вот на второй вкладке кэш и прочее есть тип кэша. Я уже здесь поставил SaaS планета также. Изначально здесь может стоять вообще любой кэш. И он будет опять же также сохраняться в соответствующей папке в программе. Ставим SaaS планета. Хотя бы потому, что если вам нужно будет этот кэш кому-то передать, чтобы работать без интернета с оффлайном, вы его можете просто скопировать на флешку. Эти папочки. Я покажу позже, как это делается. И просто флешку кому-то отдать. Человек без интернета откроет у себя и сможет работать, делать карты по вашему кэшу. То есть здесь ставим SaaS планета. И вот здесь родительский пункт меню. Это как раз то место, где у нас в меню будет карта. То есть пишем с самого начала топу. Папка называется топа. И под папкой ГГЦ. Там у меня лежат все карты ГГЦ. Вы можете писать как угодно. То есть это свое название. Хоть на английском, хоть на русском. То есть это все пишется в произвольном. Как вы напишите, так оно и будет здесь называться в меню. То есть как корабль назовете, так оно и поплывет. В итоге, когда вы с картами так поработаете, разложите, допустим, у меня это 250 метров ПНГ. Она лежит в топу ГГЦ. Если я открою, допустим, ну давайте откроем другую, например, километровку. И то же самое. Она лежит у меня тоже в папке топа ГГЦ. Вот. То есть у меня есть в меню папка топа. В ней под папки ГГЦ. И в ней под папки ГГЦ только ГГЦшные карты. Есть карты Генштаб. Здесь только Генштаб. Спутниковые. Здесь только спутниковые. То есть очень удобно. Получается, уже нет той путаницы, которая была в самом начале. Так же я сделал и со слоями. То есть у меня Вики слои, геологические, гибриды отдельно. То есть все у меня здесь как бы упорядочено. Вот. Получается очень быстрая работа и вас сервер не блокирует. Слой настраивается точно так же. Ну давайте вот у меня сейчас включен Росреестр подписи. Слой. Выбираем параметры. Только не параметры карты, а параметры слоя Росреестр подписи. То же самое. Тип кэша ставим SAS планета. Папка у меня в этом Росреестр. То есть под папку я здесь не стал создавать. Выкачивается в 4 потока. Ну давайте для примера тоже 8 поставим. Окей. Все. Теперь я слой. Сейчас я его найду. Росреестр подписи. И теперь я могу качать 8 потоков. Видите? Цифра 8 у меня стала добегать до нее. До этого у меня не добегало, потому что там другая цифра стояла 4. Все. И уже я могу выкачивать. Таким образом программа SAS планета у нас с вами настроена в оптимальном режиме. Вы можете работать без проблем. Как я уже говорил, если вам нужно передать кому-то кэш, например, я вот эту карту просмотрел, да, вот у меня сейчас стоит масштаб 14. Я ее все просмотрел, она у меня вся закэшировалась, и я хочу ее кому-то, вот именно кэш, передать на флешке. я открываю папку с SAS планетом. Сейчас я вам покажу, где она находит. В папке SAS планетом я захожу в папку кэш, и вот наши ГГЦ, с которыми я работал, я их копирую, просто папки, и отдаю на флешке. Человек у себя в SAS планет, в папку кэш заходит, сюда их просто у себя вставляет, и у него этот кэш уже считается подгруженным, у него эти карты открываются даже при отсутствии интернета, он сможет с ними поработать, сделать маршруты, сделать карты для навигатора Гармин, сделать карты для Локус Мап, Гуру Мапс, то есть для любой какой-то там программы. О том, как делать карты с помощью программы SAS планета для туристических навигаторов Гармин, я рассказываю в другом ролике, ссылочку на него я оставлю в описании под этим роликом. Итак, друзья, мы с вами научились настраивать программу SAS планета. Если вам видео понравилось, ставим лайк, если не понравилось, дизлайк, если чего-то не хватает, пишите в комментариях. До встречи!